Физкульт привет! В эфире спортивная среда. На минувшей неделе текстильщик провел первый матч в рамках Олимп Кубка России. В 1.32 соперник Ивановцам достался не из простых. Красно-черные сыграли с Ярославским Шинником. И если встреча с этой командой в рамках первенства страны завершилась ничью, то в Кубке Ивановцы уступили с минимальным отрывом 1-0. Шинник продолжит борьбу за Кубок России. Текстильщик побывает. Атаковали. Но, к сожалению, не удалось нам забить в этом матче. Жалко, конечно, что не прошли дальше. В Кубке хотели мы это сделать. И задачи перед собой такие ставили. Дальше уже в рамках первенства Олимп ФНЛ 25 августа красно-черные встретились с Чайкой и потерпели одно из самых крупных поражений в сезоне, уступив сопернику со счетом 0-3. Обычно у нас моментов больше бывает. Игра в атаке совсем не получилась сегодня. Но много было потерь. Много было потерь. Много провели времени в обороне. В конце концов. И получили, к сожалению, второй тайм вышли. За 3 минуты 2 гола. И игра была практически сделана. Чайка уже спокойно контролировала матч. И довела ее до логичневого завершения. Сейчас текстильщик спустился на 18-ю строчку турнирной таблицы Олимп ФНЛ. Следующий матч в первенстве страны запланирован на субботу 31 августа. Соперником красно-черных станет воронежский факел. Встреча пройдет на московском стадионе «Спартак». У спорта нет возрастных границ. Доказательство тому фестиваль «Территория здоровья», который регулярно проходит в парке Харинка. Участие в нем принимают самые спортивные и позитивные люди из различных муниципалитетов. Все участники старше 60-ти. Отправной точкой к созданию такого турнира стало появление в парке Харинка специально оборудованной спортивной площадки. Ее построили на средство президентского гранта с целью сделать спорт доступным и для пенсионеров. А чтобы физкультурой здесь могли заниматься не только ивановцы, но и атлеты из отдаленных муниципалитетов организовали турнир. На данной площадке у нас будет отжимание. Дальше из положения лежа в положении сидя, затем дартс, скандинавская ходьба, метание мяча, ну и другие. Всего 7 у нас видов. Принимали участие при формировании этой программы с учетом возраста. Региональный центр тестирования ГТО и развития массового спорта Ивановской области, департамент спорта, они подошли именно с учетом возможностей людей пожилого возраста к проведению таких мероприятий. Практически все выполняются. Для самих участников соревновательный момент не так важен. Главное – здоровье и хорошее настроение. Это общение. А нам, пожилым людям, как никогда нужно это общение. Ну а потом друзья, товарищи новые появляются. Это тоже очень замечательно. В-третьих, это помогать здоровью нам. Двигаться. Это главное сейчас для нас движение. Соревнования проходят каждые две недели. Для участия необходимо подать заявку и пройти предварительный отбор в своем муниципалитете. Путь к спорту у каждого свой. Но начинается он всегда в детстве. Выбрать направление движения юным ивановцам помогут 1 сентября. В спорткомплексе «Олимпия» пройдет масштабный фестиваль единоборств, где можно будет познакомиться сразу с несколькими видами спорта и записать будущих чемпионов в секции. Начало фестиваля в воскресенье в 12.00. Организаторы мероприятия представят основные направления боевых искусств. Кудо, кабудо, вольную борьбу, самбо, дзюдо, панкратион, тэквондо и другие. Фестиваль единоборств пройдет уже в третий раз. В прошлом году его участниками стали более двух тысяч человек. И это неудивительно, ведь такой формат знакомства с федерациями очень удобен. Выбрать вид спорта по душе смогут не только мальчики, но и девочки. В отдельные виды спорта детей берут, начиная уже с трехлетнего возраста. Мы хотим донести до массу, каким видом ребята занимаются, чтобы образы играли 1 сентября или после 1 сентября. Ни родители, ни дети не бегали по всему городу, не искали секцию или федерацию, куда бы можно было войти заниматься. А в одном месте у нас проходит показатель выступления, и жители могут выбрать ту федерацию, которая им понравится. На фестивале ивановцы смогут не только посмотреть показательные выступления, посетить фотозону с чемпионами, пообщаться с тренерами, что важно, но и получить исчерпывающую информацию о том или ином виде спорта. Фестиваль единоборств стоит посетить еще и потому, что все записавшиеся в этот день в секцию получат приятный бонус. С федерациями, которые будут представлены на данном мероприятии, есть договоренности, что по специальным флайерам, приглашениям, которые будут выдаваться, в том числе и на входе на это мероприятие, люди могут записаться и уже при обращении потом в дальнейшем могут получить один месяц бесплатных занятий в той или иной федерации, которая им будет интересна. В общей сложности свои достижения презентуют 15 федераций и клубов. Сейчас спортсмены к фестивалю усиленно готовятся. Федерация тайского бокса не исключение. В воскресенье ивановцам продемонстрируют самые эффектные удары. В тайском боксе используют 8 конечностей, не как в боксе, только руками. В тайском можно быть локтями, руками, ногами и коленями. Этим интереснее становится. Можно разные удары, разные комбинации сочинять. Благодаря этой особенности тайский бокс смотрится очень зрелищно. Он развивает гибкость, помогает укрепить связки, улучшает растяжку ног. Ну и как любой другой вид спорта, помогает поддерживать хорошую физическую форму. У нас есть уже призер России, у нас уже есть подрастающее поколение детей, которые уже выступают. И мы уверены, что они будут показывать хорошие результаты. Обычно мы работаем с детьми начиная с 6 лет. 6 лет, ну без ограничений, дальше там хоть до 60. Гостей праздника ждет розыгрыш призов от каждой федерации. Более того, пригласительный фестиваль обеспечивает бесплатный проезд к месту праздника на муниципальном транспорте. Рекомендуем посетить фестиваль единоборств. Скучно не будет точно. На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok